Танцует фламенко лучше испанцев, учат этому искусству детей, со всех конкурсов возвращаются с высокими наградами. Недавно школа фламенко Саникета отметила первый юбилей. Наталья Цопина узнала, как зажигательный танец помогает лучше отвечать на уроках и даже порой спасает семью. Полифония ритмов и сложность, от которой захватывает дух. Так говорит об этих танцах хореограф Элеонора Фалькова. С фламенко она не расстается уже девятый год. Выражать свои бурные эмоции, оставаясь в четкой пульсации, четко понимая свое место внутри танца, внутри куплета, внутри пения. Вы вообще эмоциональный человек? Конечно. А вот есть такое, что здесь, например, выплеснулись? Да, пришел, а ребенка дома не наорал. Есть такое. Пришел и спас семью. Фламенко – целая культура. Объединяет музыку, ритм, особое пение. Здесь уверяют – случайные люди, равнодушные, не приходят. Погружаются так, что порой меняется даже характер. Интроверты становятся общительными, с удовольствием отвечают у доски и дают интервью. Фламенко мне помогает просто раскрыться, больше стать общительной. Только во фламенко я смогла по-настоящему раскрыться и показать свои чувства. В балете у меня этого, ну, можно сказать, что я не смогла этого достичь. Особая гордость школы – детские группы. Их здесь три. «Ла Алегрия» – радость, «Ла Фиеста» – праздник и «Ла Санриса» – улыбка. Фламенко называют одним из самых сложных в мире танцев. Маленьким детям непросто. Берут с семи лет, педагоги объясняют образно, увлекают. Техника – это еще не все. Воспитанники отмечают – движение можно выучить, а вот эмоции надо прочувствовать. Приходит это не сразу. Зато потом этим хочется делиться. Я обожаю выступать. Я обожаю это волнение перед выступлением всегда. А потом, после того, как ты станцевал, ты ощущаешь такой драйв, что хочется еще и еще и танцевать. И ты зажигаешься от зрителя, он смотрит на тебя, ты пытаешься отдать ему все, что у тебя есть. И это незабываемо. Грамоты в этой школе уже не считают. Говорят, точно больше ста дипломов лауреатов и победителей конкурсов. На фестивале музыки и танца в испанском городе Юрет-де-Мар и наши дети там завоевали первую премию в номинации «Фламенко». То есть они победили даже испанские коллективы, присутствующие там. И мэр города, когда нам вручал на галоконцерте кубок, он просто сказал «Новосибирск». Я это слово вообще впервые слышу. Только вот здесь я его узнал. Как они могут на таком высоком уровне владеть нашим испанским искусством «Фламенко»? Он был восхищен просто. С помощью «Фламенко» можно исполнить не только страсть, все чувства. Потому и видит зритель не просто танец, настоящий спектакль. Преподаватели уверяют, научить можно человека любого возраста, комплекции и пола. Главное – чувство ритма и желание танцевать. Наталья Цопина, Олег Сурков, Новость ОТС.